Добрый вечер, друзья! Ну вот и подошел к завершению шестой день моего условного голодания. Прошел он у меня нормально. Никаких у меня не было неприятностей, я имею ввиду с условным голоданием. Я погуляла. Все, в общем-то, было в плановом режиме. Начала немножко разрабатывать руку. У меня локоть немножко успокоился. Вот. И я начала немножко давать нагрузку своей руке. Конечно, чуть-чуть, конечно, понемножку, но тем не менее. Вот. Ну а так все прошло сегодня хорошо. Вот. Я в конце ролика покажу, как проходит мое утро. Вернее, не утро, а процеживание травы. Возможно, кому-то это будет не то чтобы интересно, не то чтобы полезно. Ну хотя, может быть, и полезно. Потому что, когда я начинала этим заниматься, у меня, в общем-то, были какие-то, скажем так, неудобства. Вот. Буду рада, если кому-то это будет, пойдет на пользу. Ну, в общем, так, друзья. На этом я с вами на сегодняшний день прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Я готовлю настой к употреблению. Вот видите, как я делаю? У меня внизу сито с мелкой сеточкой, потом идет марля, и сверху у меня сито с крупной сеточкой. Почему я так делаю? Я... Вот смотрите. Очень важно, чтобы в настой не попало никакой, скажем так, частички. Вот. Я переливаю. И у меня получается, вся вот эта крупная трава остается в первом верхнем сите. А там у меня марля чистая. Ну, там вот я просто промахнулась. Вот. Потому что когда... Марлей же мы пользуемся не один раз, не после каждого раза, правильно? И когда у меня марля была первым слоем, вот здесь, я через марлю процеживала, у меня марля была вся вот в этом вот. И вымыть ее оттуда просто, ну, нереально. И я присноровилась вот так. Может быть, кому-то это будет полезно. Ну, как говорится, это мой опыт. Вот. Когда я перелью настой, процежу, я часть отливаю в мерник. И этот мерник убираю в холодильник. Почему я так делаю? Потому что я заметила, что во второй половине дня настой начинает мутнеть. Но я думаю, что он начинает подпорчиваться. И поэтому в первой половине дня я пью настой, который у меня на столе. Вот. А во второй половине дня, ну, как заканчивается этот настой, я достаю из холодильника, и он прекрасно сохраняется до самого вечера. Настой кристально чистый. Сейчас я вам попробую это изобразить. Вот видите? Осторожно. Вот. Вот так я готовлю настой. Надеюсь, я понятно объяснила, почему я завариваю сразу в кастрюле. Потому что мне так удобнее. Я трехлитровую банку не подниму, чтобы ее процедить. А это мне удобно. Все по силам. Тряпочкой застилаю, чтобы не капать на плиту. И переливаю. И вполне себе, для меня очень удобно. А там уж, как говорится, кто как присноравливается, я думаю. Здесь у меня настой. Тоже я готовлю его с вечера. Закипятила воду, добавила соду, соль. Перемешала, закрыла. Утром я, как мне это нужно, я включаю на подогрев. Довожу, вот проверяю градусником. Довожу до температуры 40 градусов. Выключаю. И пока я переливаю туда-сюда, как раз этот настой, раствор вернее, он остывает до нужной температуры. 37-38 градусов. Вполне себе нормально. Вот так я готовлю для себя настой травяной и раствор с соду с солью. Может быть, кому-то это будет полезно. Потому что я, знаете, пробовала раньше всяко, но дошла до такого, скажем так. И мне это очень нравится.